Добраться до школы помогут сотрудники ГИБДД, а вот обратный путь опаснее. Пешеходный переход и даже дорога во дворе собственного дома уже не внушают спокойствия ни школьникам, ни их родителям. Детей сбивают даже там. Например, накануне произошли сразу две такие аварии на Сармановском тракте и в 11-м комплексе нового города. Внутри жилого комплекса пешеход может перемещаться не только по тротуару, но и по всей ширине проезжей части. Во дворе дома 11-06 это правило не сработало, и под колесами иномарки оказался ребенок. За стоящей переди машины я не заметила маленького ребенка, который выскочил на проезжую часть, и я ее зацепила. Девятилетнюю девочку с травмами доставили в больницу. Такая же участь постигла еще одного школьника, который в пять часов вечера пытался перейти дорогу по пешеходному переходу в районе 18-го комплекса поселка Зябь. Пацан сперва хотел выехать, остановиться и еще раз. И побежал, я не увидел, и тормозил, и уже на катушке ударился он. Обе аварии произошли ближе к вечеру. Если утром инспекторы следят за нерегулируемыми пешеходными переходами и перекрестками вблизи учебных заведений, то когда детвора возвращаются из школ, их уже нет. В рамках традиционного профилактического мероприятия «Внимание, дети!» сотрудники ГИБДД дежурят только до 9 часов утра. В таком режиме они проработают до 15 сентября. Особенно уделяем внимание тому, чтобы водители пропускали пешеходов, которые переходят проезжую часть по пешеходному переходу, а также контролируем, чтобы и дети переходили правильно дорогу. Сотрудники ГИБДД будут проверять перевозку детей школьными автобусами, обязательное применение ремней безопасности и детских удерживших устройств в салоне автомобиля. Такие мероприятия проводятся по всей России. Помимо этого, с 1 сентября выросли штрафы. За отсутствие детских кресел – 3000 рублей. За переход дороги в неположенном месте – 500. Однако с начала операции «Внимание, дети!» прошло уже больше двух недель. За это время в городе произошло 7 ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние. Восемь детей получили травмы различной степени тяжести. Егор Орлов, Полина Осадча, Дмитрий Кравченко, Андрей Буслаков, РНТВ, Набережные Челны.